но слепые прослушивания ну то есть для того чтобы выйти к слепым прослушиваем нужно сначала анкету написать чтобы анкету отобрали по этой анкете отбирается участник для кастинга затем идет приглашение на кастинг отбор на кастинг приезжаешь на кастинг поешь без аккомпанемента вот две песни я пела там останавливаю там свое время естественно поток огромной людей идет до кастинг проходишь и затем тебе говорят отобран ты или не отобран в моем случае я кастинг проходила дважды не только я в наши десятки оказались люди во время когда которых генерального продюсера не было он уезжал по своим делам и нам сказали что вы отобрана но нужно должна быть решаю должно быть решающие сказать слово генерального продюсера который должен еще сам посмотреть на вас и мы уже по второму кругу проходили пели и потом в конце нам сказали что сказали что да нет или резерв нам сказали да но при этом опять-таки оговаривались что вечером будет звонок вам и уже окончательно даже при положительном результате вам скажут отобра отобрали вас или нет вечера ждали конечно я ждала и поступил звонок от куратора и который меня поздравила что ирина мы вас отобрали на слепые прослушивание готовьтесь завтра вы должны приехать музыкальный центр фонограф коллектив до сергея сергеевича жилина где мы будем отбирать с вами песню для слепых прослушивание следующий день я поехала значит фонограф где с музыкальными продюсерами мы обсуждали мой репертуар и при этом безоговорочно то что я попросила спеть на слепые прослушивание ту песню которая меня вдохновляет которая меня ну то есть вот в данный момент я с ней едина с моим настроением своим посылом же жизненным мне не запретили и мы как бы вот единодушно выбрали эту песню мы были едины с музыкальными продюсерами они мне разрешили эту песню взять и с определенными задачами как-то техническими потому что у каждого участника песня должна была звучать две минуты и немного секунд пять десять секунд но так как у всех песни были у кого-то три минуты три минуты у кого-то четыре минуты секундами меня была песня полностью четыре минуты и поставили вот во временные рамки по приезду я приехала когда в город родной мне дмитрий чайков любезно согласился помочь мы технически всю эту обработку сделали фонограммы и с голосом записали и отправили и там уже оркестр сергея сергеевича жилина он уже готовил аккомпанемент по приезду перед слепыми прослушивания когда я приехала на слепые прослушивания там своя программа была репетиционная репетиции фонография затем репетиция в павильоне потом работа с режиссером нам всем участникам рассказывали как нужно себя вести куда нужно идти как нужно себя подавать что нельзя то ли далее у нас было собрание с генеральным продюсером значит этой программы нам объяснили правила кто будет наставник кто будет ведущей и мы уже готовились к слепым прослужим конечно же замечательная творческая атмосфера была мне было очень интересно общаться с людьми разного возраста не раскисать когда я видела людей намного старше меня и которые просто были воодушевлены очень яркие очень харизматичные и всех объединяла безмерная любовь безграничная любовь к песне к вокальному искусству люди разных профессий были профессионалы были и любители но затем конечно же слепые прослушивания это тот момент который конечно же был очень трудный в смысле смысле психологически потому что они проходили два дня и каждый участник имел свой график выхода но я-то понимала что в первый день была была бы более возможность выбора наставника но я попала во второй день в первую группу первая группа выходила в 12 2 была назначена в 14 00 и 3 была в 16 00 но когда я пришла пришла я утром в 9 утра работа стилистов визажистов потом вот костюмом одевали одевали каждый готовился к выходу и когда нам сказали что в первый день уже отобраны 14 человек я вот уже как я и ожидала как я опасалась что вот но возможности было маловато перед участниками второго дня поставили телевидя телевизор там же группа поддержки было совсем с участниками и вот началась съемка слепых прослушиваний вышел первый участник и вот тут-то началось самое интересное и первый участник и наставники кто там было выходил ну разворот был поворот был наставников кого одного или двух я не видел я услышала звук поворачивающий поворачивающегося наставника я поняла что уже осталось пять мест когда вышел второй участник а наставники тоже опять поворот кресла я поняла что уже четыре места осталось тут я уже не выдержал как я уже говорила пошла ходить по коридорам масс-фильма в ожидании того что вот скажет но дорогие друзья что вот закончили слепые прослушивания все места заняты но мы не знали очередности это осложняло психологическое вот такое состояние вот я ходила и услышала свою фамилию тут я уже конечно пошла и и возрадовалась тому что наверное надежда еще есть мы вошли еще с одним участником этого шоу готовились и когда дошло время мое я как никогда вышла на сцену мне было очень интересно мне очень хотелось спеть я ходила с этой песни как извините сравнение женщины беременной она хотела хочется родить это в ребенка ребенок в данном случае оказалось песня я вышла и вот это то это оформление это звучание оркестра это в эти секунды происходило во мне очень многое желание и этот контакт невидимый с мамой то что вот я вот то что я шла долго долго к этому мгновению вот на самом деле это все вот вот сейчас решается моя любимая песня моя любимая роза рымбаева которая вот она тоже сидела в моей голове как она харизматично патриотически она пела эту песню эта песня по по моей жизни много-много лет со мной вместе шла и вот я начала петь я не смотрела на наставников я пела пела эту песню я слышала что разворачивались кресла и потом когда песня закончилась я поняла что я меня вошла на другой этап этого проекта голос 60 плюс и все то что происходило наверное зрители уже увидел и я вошла в группу игоря и генчика орнюлюка когда я после диалога с наставниками вышла в группу на поддержке с ларисы гузеевым и опять опять-таки пообщались я сказал высказала свое доброе слово я понимала что это же тяжело в данный момент ее первый выпуск первое участие в голый 60 плюс после легендарного нагиева тоже было сложно я на этом практике проекте пыталась я общалась ей помогала некоторым участникам я познакомилась помогала какими-то советами тем людям которые любители ну а почему бы нет у меня не было ощущение что они мои конкуренты я должна там вот так себя прям чувствовать мы делились мы общались я как могла помогала моим уже новым друзьям и когда мы вышли из группы поддержки и ребята сказали что ира ты не поняла что ты заняла последнее место ребята я благодарю вам что вы мне не сказали до выхода я бы себя меня бы было состояние но совершенно другое не то вот которое было со мной да и вот на этом слепые прослушивание прошли нас после слепых прослушиваниях собирал группу нашу игорь евгеньевич корнелюк мы общались он даже рекомендовал как он сказал говорит ирина вы просто поставили такую жирную точку своей песни своей своим исполнением закончилась слепые прослушивания и когда мы стали общаться по песням репертуара он даже высказала в мой адрес сказал вот ирина вам бы вот пошла песня из абы первой любовь на что я просто дрожь по телу прошла и говорю игорь евгеньевич эта песня тоже входит в мой репертуар это тоже вариант розы рыбаевы моей любимой вот ну было вот столько совпадений он сказал давлеть я не буду над выбором репертуара на в нокауте но когда мы стали готовиться когда приехала в саров стала высылать свой репертуар и игорь евгеньевич вот здесь произошло то что я боялась я не ожидала и игорь евгеньевич из всего моего репертуара то что но не из всего конечно он мне предложил не предложил сказал вот я выбрал песню просто здесь у меня конечно сердце оборвалось я поняла что эта песня мне ну я бы не хотел ее петь я бы не хотел ее петь и я через куратора говорила об этом что вот мне бы хотелось вот это а почему и потом не значит говорили о том что вот эта песня потому-то вот эта песня потому-то пошли объяснение как бы да но я помню что вот он мне говорил и здесь что произошло я не знаю это вне моего моего как бы вне моей информации вот но я старалась с ним немножко поспорить на выборе но мне сказали но ирина ну вот в этом в этом случае как бы ну и не следовало бы спорить да ну что мне ничего не оставалось делать я до последнего ему предлагала свои песни хотела конечно маме спеть как бы точку тоже обозначить я понимаю я чувствую зрителя я понимаю что зрителю нужно а зрителю нужно тепло вот понимание того что не хватает но эта песня да то тоже имеет два оборота в ней прекрасная конечно музыка энергия там прекрасные слова и я ну пошла как бы согласилась и эти слова из этой песни жить гореть и не гасать это мой девиз думаю ну что соберу все силы всю свою волю в кулак и стала заниматься учить в данный момент было больше времени дано где-то в пределах двух минут пяти пятидесять уже секунд 40 секунд и эта песня по быстрая по быстрому темпу она вошла то есть целиком все куплеты вошли в исполнении на этапе поединок я сумела спеть но без проигрышей без за длинного без длинного вступления там было сокращено вот и вот стал готовиться и вот когда я приехал на поединок и были репетиции с игорь евгеньевичем корнелю ком с оркестром уже не по если на слепых прослушиваниях там работали музыкальные продюсеры там где-то какие-то советы они давали что нужно учитывать как нужно там например сделать там в таком темпе или медленнее да то уже игорь евгеньевич работала непосредственно с каждым участником выбранным до на поединок и его команды но пришлось сложно вот тогда это как сказать это сопоставимо с тем что твой мозг делает а твоя душа сопротивляется вот потому что песня она должна вот как я говорила вот давала интервью ты должна нырнуть в эту песню и плыть а когда ты ныряешь и вот эти до преграды но так как я человек воинственные и соблюдая правила игры я приняла я должна была сделать это вот что я смогла сделать даже невозможные в этой песне уважаемые саровчане они увидят и услышат меня в этой с этой песни 25 сентября 25 сентября состоится новый этап новый этап поединков где встретиться то есть каждый наставник будет представлять пятерых своих участников которые будут петь исполнять песни выбранные наставником на этом этапе из пяти человек будут выбираться только два человека я уже могу только открыть свою маленькую тайну я уже ехала на поединке я уже знала результат по какой причине причину не могу сказать опять-таки зрители да ну вот понимаете за ведь годы профессиональной деятельности педагогической наблюдения и работой и с телевидением потому что я тоже всегда включаю эти проекты и отбираю тех участников которые как бы да они идут по этапу я их выбираю и чаще всего 90 процентов и отгадываю вот а потом ведь еще внутренние какие-то какая-то идет наблюдение среди участников общения там и так далее да я делаю выводы но я чаще всего их оставляю при себе не навязывая никому свои мысли и так далее потому что не хочется нарушать праздничное строение я хочу сказать для меня этот это участие проекта просто про это просто божий подарок божие проявление и то что со мной творилось на самом деле на слепых прослушиваниях это ощущение присутствия мамы и и энергетики божественное вот это состояние это просто не передай это это мое ощущение она не сопоставимы ни с чем и хочется сказать то что я о чем не говорила я только вот только мне вчера сказала брат сестра ты не представляешь вот после твоих слепых прослушивания буквально и несколько дней прямо один-два дня ко мне приходила мама она была такая радостная о зрителях о саровчанах я вот это отдельная страница должна быть я просто не предполагала просто даже вот во сне бы вот мне это не приснилось что у меня было ощущение что целый город вместе со мной такая поддержка такая моральная поддержка а уже что творилось перед показом 11 когда третий выпуск был мне люди присылают я я не знаю но большинство людей не знала люди присылали фотографии фотографировали стол с тортиком с бокалами вина и говорили ирина зидлайна мы ждем вашего выхода вот до такой степени но это ну просто фантастика некоторые говорили ну ждем уже третий выпуск а уже мои уже знакомые говорят из разных городов но когда же ваша ирина выйдет но когда же ирина зидлайна выйдет мне присылали и вконтакте и значит ватсапе и вайбере и смски присылали но я настолько тронута вот этим вниманием а уж что творилось после выхода это просто не пи не не передать словами просто не передать словами я отправляла смски и отвечала на смс в разных значит сайтах я должна была сделать я благодарна всем и пользуюсь случаем я благодарю низкий вам всем по поклон уважаемые саровчане уважаемые россияне потому что приз присылали из разных уголков россии просто это это что-то было конечно саров это мой любимый саров он трепетно отнесся к моему участию это праздник я понимаю что это событие она не только мое событие события наверное города я так извините за нескромность предполагаю я благодарю пользуюсь случаями я благодарю тех людей и организации которые мне помогали они поддерживали меня финансово потому что сами понимаете это поездки проекту я посвятила полностью свой отпуск захватив еще немного конечно же я благодарю директора детской школы искусств номер 2 андрея александровича колочкова центру культуры и досуга в неев в лице марины николаевны павловой конечно же департамент культуры и искусства администрации города саров лично елена георгиевна рогожникова которая она ну просто она была вот рядом со мной она при малейшем обращении или там где-то какие-то были у меня про проблемы финансовые тут же она включалась и ну помогала звонками разговором общалась со спонсорами и значит вот этот диалог он то есть я понимала что я не одна это очень важно я благодарю директора в нашей городской товарной базы по поздяева сергея ильича который тоже принял участие конечно ну конечно же мои любимые родные мои близкие мой муж анатолий владимирович конечно же павел мой сын вот ну все мои близкие которые тоже конечно же были рядом 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 вот я благодарю этих людей ну это вот наверное создавалась вот и единство всех и вся не не было ощущений что я одна а это очень важно это очень важно потому что по первости когда я ездила на кастинг да вот как-то я немножко думал но это мое а а потом когда меня выбрали на слепые посуды я понимаю что я уже ну житель нашего славного города сарова я уже саров и я и мы были едины это очень важно было для меня это состояние конечно вера моих учеников участников не только ансамбля горница но и коллективы эстрадной песни апрель которые тоже вместе со мной были переживали и который к сожалению но это режиссура я могу сейчас сказать это режиссура это взгляд режиссера там и время там свои видения я видела то что снимали то что показали конечно много не показали и когда не было сказано из уст привета коллективы эстрадной песни апрель центр культуры и досуга вне в для меня это было конечно удары я но я не знаю чуть ли не инфарктное состояние было вот конечно группе поддержки которые приехали люди которые приехали из города поддержали я поблагодарю или но бутернов у которая замечательная сделала подготовила оформление всей нашей группы она подготовила и флажки с моими с моей фотографии и бейсболки и значки то есть наша группа была вооружена не только как бы оформлением но они там и речевку сочинили но к сожалению речевка не не вошла опять-таки в это но сами понимаете это вот такое вот действо такое видение режиссера я благодарю вот всех большое вам спасибо моя главная задача была главная задача участие вот посмотреть на все это глазами глазами преподавателя человека которые выступают все равно да посмотреть с другой стороны на все впитать себя талант других людей а там талант левых людей было просто безумно много просто но большинство и большинство из них скромные люди которые любят не себя в искусстве а искусство в себе это очень подпитывало хорошо мы позже я конечно познакомилась с участниками мы стали дружить до сих пор с до сих пор мы с ними общаемся у нас есть свои задумки проекта конечно если мне помогут мы бы могли сделать на территории нашего города концерт из участников проекта 60 плюс это было бы здорово интересно для горожан вот но это все впереди впереди у меня тоже свои творческие задумки проекты дальше идти а вот принимать участие мне это очень понравилось я вкусила аромат съемок и всего это действие это здорово но а и по по Продолжение следует...